Планета Дзюдо Идея так называемого театра И сегодня я анонсирую театр Планеты Дзюдо Это не просто театр, это документальный театр В котором мы, действующие лица сегодняшнего первого представления Будем говорить о разном Тема нашей сегодняшней театральной постановки Но она не просто театрально выдуманная Она документальная Потому что мы в принципе документально Мы вживую все это делаем Это не выдумываем Мы не ставим какие-то специальные репетируемые роли и так далее Но тема сегодняшнего спектакля Это Дзюдо Об этом мы поговорим, когда спустимся уже вниз А сегодня просто я хочу, чтобы каждый из нас Как действующие лица этого документального спектакля Представились Текст не раздали нам Не раздали текст Ужас Нет, можно расценить как угодно С точки зрения юмора, с точки зрения не юмора Когда-нибудь пройдут годы Может быть это будет интересно кому-то посмотреть Даже нам самим А может быть каким-то нашим будущим поколениям Может быть кто-то сегодня уже посмотрев нас Что-то для себя возьмет Потому что никто не знает Как наше слово Отзовется Мы же делали такие субботние посиделки Когда мы обсуждали У нас есть записи Но они были просто субботние посиделки А сегодня это некая такая Я решил немножко перетрансформировать Ввиду последней нашей поездки Когда уже пришла полная ясность И мутности нету Что все-таки идея моя Это театр планеты Дзюдо И документальные вот такие вот съемки Наших постановок Ну ладно Давайте я представлю Я Роман Карасев Чем я занимаюсь? Я занимаюсь Исследованием Дзюдо И вообще Так сказать Жизни Вот Практикую различные боевые искусства Практикую здоровье Сберегающие технологии Снимаю видео Пишу статьи Встречаюсь С друзьями Товарищами Путешествую по миру Парюсь в бане по субботам У Влада Вот сегодня как раз суббота Что еще Ну и вообще Как сказал мой Хороший старый приятель Андрей Старый хрен Старый хрен Бразды не портит Вот Как сказал мой старый приятель Андрей Что Сейчас вот вылезу из головы У меня То есть Кого бы я не встретил У меня всегда добрые намерения Ну типа Вот так вот Все Они и при встрече И остаются добрыми намерениями Вот даже у Влада написано там Добро Добро Вот Ну вот это кратко обо мне А дальше уже можно В самом спектакле Уже может быть более раскроюсь я Как И все узнают обо мне Более понятны Вот Ну кто хочет Вот Иван хочет Иван Иван может Я вообще думал по часовой Хорошо бы А мы же нестандартные люди Это Поэтому мы пустили В Владу То есть мы вне системы Правильно? Нет Ну системные люди Скажем так Давай Иван скажи Всем добрый день Меня зовут Струев Иван Я тренер по джидо Тренирую детей 6-8 лет И 10-14 лет Вот В этом году я еще приобрел Новые компетенции Сейчас еще и работаю Школьным педагогом-психологом Как-то так Ну здорово Я можно добавлю Иван еще специалист В области Приготовления чая И потом мы это вам тоже покажем Внизу будет у нас Маленькая съемка Нашего театрального действия В виде Так сказать Чая Да? Чая Это очень Истантастно Поддержал Ну Меня зовут Макаров Владислав Я Создатель Кузницы Айкидо Прямо творец Знакомьтесь Творец Тренер по Айкидо Это Инструктор по физической культуре В социально-революционном центре Уже там Более Двух лет Скажем И вот Роман Сказал Разными А мне вот Хотелось бы сказать Что Роман Вчера Присутствовал На тренировке По Айкидо То есть он Не только Занимается Но и Айкидо А также Есть Другие студии И дыхательными практиками Где мы В Ростове Руслан Тебе привет Мы Используем Твои технологии В ежедневной жизни Что еще Хотелось бы По поводу Дзюдо У нас Дзюдо Входило В программу Обучения При подготовке Программа Айкидо И как В физкультуру Входило Вот И много названий Поэтому Пришлось Чтобы Или надо Кратко было Просто поздороваться Кончил Не кончил Две минуты Откуда у тебя Это Много в интернете Судишь Нет Это Старая Да Учите названия Скажем так Очень много В дзюдо Названий Интересных Сэва Тоши Маратанаги Харайгоши Сумигареши Асотагари Ну что Просто скажи Что Андрей Будет теперь говорить Да Андрей Следующий Меня зовут Андрей Я Ничего не делаю Практикую Это Нахожусь Нахожусь На пенсии Очень люблю Баню Ну Естественно Самбо Потому что Я человек В возрасте И В нашей стране Начиналось Все Самбо Самбо У меня Самые Такие Светлые Воспоминания И Все такое У меня даже была какая-то контора Под названием Самбо Плюс Зюдо Равняется СССР Контора Это Ушла в небытие Ну Лозунг Остался И я его Храню В душе Ну Вот Собственно Говорит Все Но здесь Пока К Рустам Это не перешли У Андрея Мы говорим Давно не виделись Что у тебя Случилось Я Что сделал Похудел На Похудел Похудел На 10 Килограммов На 8 На 8 На 8 Ну Мы Прибавляем Всегда Округляем А Рустам Только Хочет К этому Результату И поэтому Они потом Обменяются Я кстати Тоже хочу Муросятку Урать Ну ладно Здравствуйте Меня зовут Рустам Аликов Рустам Шамильевич Аликов Мне 46 лет Я Разделяю Все идеи Связанные Со здоровьем Сберегающими Технологиями Которые Несет В эту жизнь В этот мир Роман Георгиевич И Сотоварищи И Как Человек Который Связывал Определенный Этап Жизни И связываю Сейчас С боевыми Единоборствами С самбо В первую очередь Хотел бы Чтобы Эта идея Она нашла Отражение В соревновательном Тренировочном И в любых Других Процессах Жизни Спортивного Сообщества Самбали Это Дзюдоли И В результате Этого Наша Нация И вообще Все люди Были более здоровее Более веселее И были Переполнены И исполнены Желаниями Которые Каждый из нас Несет Делятся Друг с другом У всех Разные Желания У всех Разные Возможности Но все Мы объединены Добрыми Отношениями И Боевыми Единоборствами Спасибо Кто-то хочет Еще добавить Что-то В процессе Что-то Упустил Может о себе Театры Нет Все Все свои реплики Сказали Все Еще скажем Ничего не забыли Реплики свои Учили же Театр начинается С лишок Самое Как говорится Самое Долгое время Так сказать Ну у нас же возраст У каждого Свой возраст Да Вот И каждый Свою реплику Определенный Промежуток времени Заучивал Допустим Рустам Шамильевич 46 лет Свою реплику Заучивал Мы сам Пахаром 48 Я 48 Я 47 Иван 47 47 Ну Самое Продолжительное Изучение Своей реплики Это у Андрея Гулая 62 62 Поэтому Так сказать Она короткая И ясна Без мути Практически Она яснее Ясного Как у молодых Ну и в заключение Хочу добавить Что Сегодня Я проснулся Очень рано Еще до восхода Солнца И Вчерашние Беседы И занятия Они все яснее Яснее становятся И я проснулся И что меня Так сказать Осенило Что Планета дзюдо На протяжении Многих Ну уже почти Более 10 лет Называлась Обществом изучения Боевых искусств Сегодня утром Я встал и сказал Что все Трансформация Произошла И планета дзюдо Сегодня называется Сообщество Исследователей Здоровьесберегающих Технологий Планета дзюдо Что Соответственно Убирается Термин Боевое искусство Чтобы не путать А Мы Идем К здоровью Сбережению А значит В этом Заключено И все И добро И взаимо Все Все Что касается Всеобщего Благополучия Для всех Вот Поэтому Сообщество Исследователей Здоровьесберегающих Технологий Планеты дзюдо И впервые Мы снимаем Документально-театральную Постановку Планеты дзюдо Ждем вас В комментариях Да Все И мы Увидимся В следующем Нашем сюжете Очень много Мне кажется Есть капуста Не может У нас Экстракласс Водозерист Который Вот Капустный Он же растет Приходит коза И ест Что для козы Просто исчезла Для капусты Коза Не может Для вас Тоже Кто-нибудь Пришел Смерть Какая смерть Пришла Та же коза А мы капустой Съели нас Вот вирус Это Сейчас Можно Столько Паники Вообще Тринденс Но опять Это Сами Придумали Я опять Я не знаю Фрикова Буквально Вчера Слышался Опять Тихо Был Проказа Была Европа Косила Ну как Это Списбанка Ну Выложил Такую Для нас Сейчас Что это Просто Там Бронишь Ну Для нас Ничего Ну Была Где-то Там Испанка Ну Вот смотрите Мы По поводу Театра Документального Театра Начали Вести Разговор Идет запись Надо Шуршать Кто смотрит Нашу театральную постановку Наблюдайте С правой стороны Или от меня слева Человек Иван Заваривает чай И все как у нас Четверо смотрят Один работает Ладно Расскажу Анекдот Вам я уже рассказывал В дороге А кто-то не знает В общем Анекдот Философский Анекдот Я этот Увидел В кинофильме Собака Идет по лесу И вся такая удрученная Видит лису И со своей наболевшей проблемой Наверное Такого Психосоматического плана Подходит к лисе И говорит Лиса Ты такая Ну как бы Мудрая Мудрое животное В нашем лесу В нашем сообществе Хочу Чтоб ты дала мне совет Вот я вроде Собака Предок волка Волка вроде бы Такой Хищник Все его боятся в лесу А меня Я иду в лесу Никто не боится Почему так? Лиса посмотрела на собаку И говорит Ну во первых Собака Ты не забывай Что ты первое делаешь Когда увидишь Любого животного Ну как что? Естественно Все знают Что собаки делают Ну правильно Идешь сразу Жопу нюхаешь Ну какое животное Будет тебя уважать за это? Он говорит Блин А ты права лиса А что же делать? Он говорит Ну как Посмотри на волка Волк что делает? Волк сразу грудь вперед И рычит Клыки оголяет И все И все его боятся Поэтому Так что ты давай Делай так Собака говорит Хорошо И пошла гулять по лесу Смотрит Медведь идет Собака раз Грудь колесом Медведь испугался Убежал Там в яму свою Спрятался Дальше Все так животные Подряд Даже волки Его Дальние сороичи И те Стали бояться Собаку И вдруг Через какое-то время Волк Эта собака Видит Лису Встречает Опять ту Которая Ему посоветовала Все Ну он думает А теперь крутой Раз Грудь колесом Рычит Лиса посмотрела На него И говорит А это ты пес Нет Мне ты можешь Жопу нюхать Хочу услышать Ваше мнение О чем Это анекдот Ну лучше Под хвостом На самом деле Так Корректно Будем Корректно Хорошо Под хвостом Мнение Ваше Уважаемые Кто тебя видел Разным Тот Образ Создается Мы же Как воспринимаем Образ человека Если Существует конфликт То значит Образ Может быть Сильно Пошатнуться Как от любви До ненависти Там один шаг То есть Это значит Страдает в голове Образ человека Вот И чтобы Образ свой Создать Нужно усилия И чтобы Разрушить Надо усилия Поэтому Мы всегда И Если про анекдоты Говорить Ну Про притч Скажем так То У собаки Был один образ Она Создала другой Но У лисы Остался Прежний Прежняя Собака Поэтому На нее Чара Этими действиями Поэтому Революция Если происходит Она своих детей Съедает Чтобы никто Не видел Что Кто Кого Привел К расти Поэтому Мы вернулись К политике Да Андрей Ничего Издалека Начал Ну Кстати Сейчас Вы каждый Выскажите Своё мнение И я вам Скажу Откуда Этот анекдот Откуда Эта притча Кто хочет И скромно Ну Это ты уже знаешь Потому что Влад Хорошо раскрыл Последние Особенно Фражи Что Видишь Получается Что Мы Наблюдаем В этом Анекдоте Стремление Стремление Живого Вещества Как минимум К уважению И для этого В принципе Нужны Какие-то усилия Нужна Нужна Мудрость Опять На самом деле Если уж разбирать Тогда Говорят Что Знания Переходят Из сердца В сердце То есть Знания Идут Из общения Мы сейчас Общаемся Вроде бы Смиремся И так далее Но на самом деле Знания Переходят От сердца В сердце Вот И получается Когда его Просит Определенная Процедура Перехода Знаний Он получил Знание И оно Работающее Было Работающее И здесь Получается Что Мастер В виде Лисы Дал эти Знания Ученик Начал Пользоваться Работающим Знанием Но потом Научителя Поднял Гриву На учителя И учитель Безусловно Который Может так Спокойно Квалифицировать Собак Он Этот учитель В виде лисы Очень спокойненько Разобрался По понятиям С этой собачкой То есть функциональную Принадлежность Указал Он Он Видит Корень Что Собака Осталась Собакой И На самом деле Очень тяжело Даже Получая Знания Еще Глубже Получая Знания Очень тяжело Эти знания Во-первых Понять Собака Поняла Очень тяжело Эти знания Применять Жизни И действительно Чтобы они Стали Сутью Твоей Потому что В данном Случае Я уверен После таких Фраз Собака Безусловно Перестанет рычать И продолжить Нюхать Под хвостом Как и Влад Говорит Очень Ценно Что есть Такие Как Инсы Которые Знают Чувствуют Понимают Видят И делятся Знаниями Кто Хочет Поделиться Своими мыслями По поводу Этой притчи Кто хочет Быть лисой Нет Подождите Мы не Про выбор Роли 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 Иван Что ты хочешь Ну В принципе Да Согласен С обоими Высказывателями Смысл в том Что Не может Ни собака Ни человек Развиваться Негармонично По моему Взгляд То есть Если ты Снаружи Стал Агрессивным То Для лисы В данном Случа И для учителя Ты остался Тем Чем ты был Если Бло Начал Развивать Пес В данном Случа Свои навыки Еще и внутренние силы Какой-то Внутренний Харизм Внутреннего Духа То Во-первых Он мог бы И не зарычать На лесу Он мог ее Поблагодарить За совет И так далее И можно подумать Надо дальнейшем Развить Вот мое Такое Включается Я думал Не выключается Да Интересный Интересный Подход То есть Получается Что Если бы То есть Он развивал Внешние Признаки А внутренние Упусил Собакой Остался Да Внутренний Он как бы Остался На Он вообще Не думал О внутреннем Да Он даже Не думал О внутреннем Ну по сути Знаете Что еще Можно отметить Что Нюхание Жопы Под хвостом Как Лат Говорит Да И рычание Выпячивание Рыпяшки Выпячивание Груди Это Две стороны Одной медали Это собачий Тип поведения То есть Одним Ты нюхаешь Жопу А другим Ты На других Ты рычаешь Это собачий Тип поведения Здорово Так Хорошо Андрей У вас есть Что сказать Да Я прожил Длинную жизнь И первое Что я В моей памяти Выстрелил У меня В бытность Моей службы В советском Военно-морском флоте Был у нас Такой мишман Вот И он Находился На Мишман Находился На офицерской должности В чем Порядка Это очень редко На офицерской должности Редко Причем В центральном аппарате В Москве И это была Явно И очевидная Такая аномалия Которой В принципе Я нигде был Никто никогда Не настощал И однажды Ему задали Вопрос На какой-то Неофициальной Встрече Слушай А как получилось Как ты Этого достиг Ответ был Очень простой А надо знать Где лизнуть А где тявкнуть Понимаешь Понимаешь Вот Это Знал Историю Вот Эта Фраза Которая Прозвучала В начале Восьмидесятых Годов Прошлого Века Роман Изучил Только Сейчас Я Тебе могу Сказать Я даже Помню Фамилию Мишмана Звали Его Гришенко Рябинил Так Вот Так Это Уникум Понимаешь Уникум Но Это Вот А что Касается Рассказанного Романа Да Я Категорически Против Вот Это Все Применение Методов Подобного Рода Манипулятор Нет Предупредение Методов Применение Методов Подобного Рода В Человеческом Обществе Для Общества Людей Подобные Методы Подобные Ужинки На мой Взгляд Я считаю Недостойными Люди В обществе Должны Если уж Так Назовать Вече Своими Нами Продвигаться Вперед За счет Наличия В них Совершенно Других Качеств А вот Это Пускай Остается В мире Зверей И пускай Они ее Практикуют Понимаешь В мире Людей Таких Методах Продвижения То есть Надо стать Человеком Быть не должно И бывают Исключения Одну из них Я сейчас Потяну Такой феномен Был В моей Жизненной Практике То есть Животным Мы уже Родились А человеком Надо еще Стать Устраивают Туристов Для туристов Да? Да То есть Там Дают вещи Которые Вообще Нельзя пить Ну Сами Точнее Они их не пьют Первую Первую Заварку Дают Нет Первую Заварку Как раз Они не дают Да Вот Может быть Видели В этих Чайных Ларьках Очень часто Попаются Такие штуки Круглые И вот И ты Когда начинаешь Заваривать Чай Он раскрывается Так это Вот Это не пьют Это они Используют Для созерцания То есть Стоит отдельный Чайник Прозрачный Вы пьете Чай Беседуете Кто-то Проливает Чай Там Как правило Чайный Мастер И там Пропили Чай Прожили Как определенная В жизнь Вот Как они говорят И в этот момент Раскрылся цветок Все там Все друг друга Поблагодарили А это как таймер Что ли у них Ну возможно Можно и так Да Но Как правило Дают туристам Этот чайник Вот смотрите Вот он Был такой чай Сейчас он раскрылся Будьте добры Попейте Никто Как бы Не умер Но тем не менее Люди Это пьют И потом Всем рассказывают Ой мы вот это пили Это так вкусно Приходит в магазин Покупает Эту чушь Много раз Я пил Такую фигу Я работал рядом с Китаем В Амурской области Покупал такие штыки Давайте Разбирайте Как молок Надо чокнуться Вообще Вместе Похоже Чокнемся Расскажу Зачем Чтобы перевелось В другой стакан И яда не было Да Яда Ну это вот Из другой Какой-то истории Итак Что там у нас получается Пять стихий Воздух Вода Земля Что еще Огонь Огонь Баня И металл Все четыре стихии Здесь есть Единственной Которых здесь нет Это металл Вот когда мы чокнулись Считается Что металл Возникает Есть металл У меня колено металлическое То есть мы вообще в этом В дзине Полной гармонии У меня есть металл Да У меня кстати до сих пор Воспоминания нашего первого тура По городам России Где Андрей Всех Шокировал Выходя Как в этом фильме Да Донна Роза Дальвадорос Я старый солдат И не знаю слов любви И когда он Со словами такими Значит Здесь Железо Здесь Мотор Пламенный мотор Здесь Это Здесь И ребята Дети на него смотрели Говорили Так у него Пришел Как он вообще Еще ходит Но Он сразу Конечно Андрей Всех Поражал Тем Что он Не только ходит Но и Борется Демонстрирует Мастерство В том числе И актерское Актерское Ну говори Говори Да ничего Я уже сказал Хао Я все сказал Ему перо надо Вот сюда Как индейцы Для вожги Честно Куда мне перо надо Теперь Зверо За это Получает Ну что Пойдем погреться Сейчас Пойдем погреться Ну скажи Про ясность Ясность Учитель химии Сказал Что отпустит Пораньше Но нас Не отпускает Так же И с ясностью У нас сказали 30 дней Потерпите Ребята Все Я отпусть Сколько уже прошло Две недели Ну еще две недели И нас отпустит С этой ясностью Как терминатор Напоминает Глаз Швелится А этот комикс Смотрел Вселенная Марвел Если Гает Вы думаете Что вы делаете Что то не так Посмотрите Как этот Супергерой Душил робота Они же не дышат Душил робота Я где то прочитал Что Американская теория Супергероев Это Герои Герои Преступники Это герои Преступники Из которых Сделали супергерои Я задумался Об этом И на самом деле По сути Любой супергерой Это в принципе Преступник Почему Вот Андрей Такое скажет Про героев Потому что Это Надо умериканцев Спросить Они считают Что такой посыл Такая подача Телезрителю Будет симпатично Американскому А мне понравилось Почему они В трусах На трико Ходят Скажем так Ну Вопрос-то задавался Если Говорят Раньше атлеты Которые в цирке Выступали У них Вот такие были Штаны сверху И вот оттуда Пошло с 30-х годов Так и сохранилось Так что Не все Надо сохранять Некоторые Надо модернизировать Но если Знаешь Шестокий Тогда Все понятно Старый анекдот Такой Вот В цирке Там сидит Цирковое проставление Цирковые Там делают Свой номер И ты там Из седьмого Ряда Колготочками Обтянулись Все Видно Это зрители Через пять минут Опять То же самое Через десять минут Опять То же самое Потом Хоп Они все Сосы И схватили И к нему идут И через минуту Крик такой Куда вы меня тащите А перед этим Была фраза Сейчас будет Цирковой номер Прыжок Из-под купола Без страховки И потом Куда вы меня тащите Вот такой советский анекдот Я замер без насилия Ужас какой Ну сейчас выйдут Из парилки И мы обсудим Одну Гипотезу Хорошо Концерт Давай Гипотезу Фельденкрайза Да? Слушайте Давайте Ну я думаю Что Как и во всех Театрах И во всех Постановках Есть такая штука Как Обсуждение действующих лиц Персонажей За глаза За глаза Давайте обсудим Андрея Вот Сейчас будет Все Отфигарит Он не сможет Он есть больной Мы знаем Его болевые точки Мы знаем Его болевые точки Он будет бить туда сразу Вань Вот смотри Ты Андрея знаешь Не так давно То есть Мы больше его знаем А вот как ты думаешь Что это за человек Малыш? Малыш? Малыш Можно сказать Первое впечатление Довольно-таки Позитивнее Ты еще не слышал Как он смеется Я слышал Как он смеется Кстати Вот И поэтому Из признаков Смеется Человек от души Ну наверное Играет Играет роль Да Конечно Как ты сказал Как ты сказал У психологов Называется Инфантильность Не Он инфантил Ну вот смотри Ты же сказал Что одна из твоих Сегодняшних ролей Профессиональных Профессиональной деятельности Так назовем Это Психология Да? Да Значит По сути Ты В круг Твоих Интересов Или профессиональных Навыков Входит Определение Человека Типа личности Скажи Да Ну вот Охарактеризуй Андрей Ну ты Ты сказал В двух словах Типа Ну добрый человек Ну наверное Добрый человек Я пока не знаю Добрый Ну по делам Надо не узнать Наверное Он позитивный человек Вот это то Что я могу сказать Достаточно открытый Да Потому что Открытый Говорит Дрова Гнилые Да А почему он так общается Вот открытый Как ты думаешь Вот ты сказал Он открытый общается Почему он В нашем театральном сообществе Самый открытый Может быть Потому что Вас В отличие от меня Узнает больше Если бы было Четыре человека Не знакомых Компании А он один Может быть Он вел себя Как-то по-другому Здесь он себя ведет Довольно-таки Раскованный Естественно А кто здесь Скрыт Это не раскованный Себе ведет Ну Всерый Мы смерть Я Да Потому что Хозяин Накладывает Чтобы все довольны Уверхали Ну ты согласен Твоё Обрешуй Нет Но здесь Что мы можем сказать Когда первый раз Роман говорит Приедет человек Ему нужна будет помощь Поддержка И Такой привозит Андрея Я на него смотрю Какая ему помощь нужна Ему вообще ничего не надо Смеется Тело Тело в порядке Все в порядке Итак Продолжался Часа два Потом говорит Это не тот человек А я думал Фуой Компетенции Потерял Но обычно Если человек Удручен там плечи, зажатые движения, тембр голоса, надо на голос обращать внимание, что он говорит. Сначала на голос какой-то, потом на слова, потому что если человек подавлен, он и говорить не может. А видимость делает? Может роль играть? Это же хорошо, но тогда ты если прикинулся героем, ну и что? Ты героем прикинулся и ты стал героем потом. Да, ну вот артисты, допустим, берем их, они вживаются в роль, правильно? Если хороший артист, он может в разные роли, драматические, правильно вживаться? Но есть опасность, что Баха свою личность потерял. А что скажете насчет Рустем Шамильевича? Кстати, он единственный, кто из нас всех, заметили, представился по имени отчества. То есть он сначала сказал Рустем Аликов, потом сказал Рустем Шамильевич. Очень хорошо. Почему? А что это говорит? О чём это говорит? О статусе. О статусе? О статусе? На мой взгляд это не говорит о никаком абсолютно статусе, это говорит о каких-то личных амбициях. В данном случае совершенно мне непонятно. Не лично мне. Потому что мы делаем это для себя. Почему? Ну не то что для себя. А вид, что он же снимает, тогда надо, если мы тут как бы внутри разговариваем, это да. А если это камера, то надо уже тоже базар фильтровать. Это личный выбор каждого. Согласен. Если мы выключаем камеру, ребята, мы вот сейчас говорим, что у нас тут чистая импровизация. Но мы все херачим по сценарию. И вот тогда понеслось там. Где там Рустем Маликович, Роман Горбич, Влад Станиславович. Рустем Маликович это я тоже так ошибаюсь. Ну и так далее. Это один момент. Но когда мы понимаем, что мы вот здесь вот, да, в этом... В бане все равны, конечно, да? Да. В этом состоянии, в этом обществе, ну вот, в мой взгляд, это вот чисто личная амбиция. Ну да. Может почему-то проявились вот здесь и сейчас. А мне кажется, я уже для себя понял, что Рустем Шамилевич очень трепетно относится к памяти своего отца. Тоже мой. Я это заметил. Ну это же заторвало. Нет, я не говорю, что это плохо. Нет, сейчас просто констатируем факты. Безоценочно, наверное. То есть... Почему я это заметил? Потому что даже в наших поездках, да, вот мы поехали, и первое, что Рустем Шамилевич сделал, это посадил три дуба. И он объяснил, почему он дубы сажает, да? Опять воспоминания ассоциаций с отцом. Ну, отец умер у него. И вот это... У меня такое предчувствие, ну как, что... Вот такая вот... То есть это акцент на что... Глубокое уважение к отцу. Что именно произнесение его имени вслух. Это что касается и меня. А что касается его... Так... Человека. Как индивидуальность. Ну, неплохой человек, да? Хороший. Да. Ну, мы с ним вот проехали сейчас тур, который был 7 дней. И очень чёрный. Германичный. Да. Терпимый главное Терпимая недостатка Да Я опять могу сказать, что Поскольку я тоже его знаю меньше вас всех Достаточно такая целостная личность Вот у него есть свои убеждения какие-то Вероятно даже принципы Им следует Слушайте, а что скажете о Романе Георгиевиче? Да это тот Ну даже два паспорта Это основной момент Роман Георгиевичу не в памяти Это если ты уходишь Он за глаза Ну ты бросить можешь А он здесь? Не знаю Может в себя ушел А почему Почему Как вы думаете Почему человек Вот Ну любит Одна из особенностей Человек Людей Говорить про себя? Нет Ну говорить о людях Ну иногда бывает за глаза А? Ну то есть не видеть человека Безопасно Смелость нужна Глаза сказать Потому что если ты что-нибудь нашкодил Что мы делаем? Отводим глаза А вот можем мы сейчас сказать ребятам Что мы не думаем Да легко вообще Да? Только выйду туда Да? Говорить Безопасное расстояние Да? Божи Полтора метра Единоборство У нас не печатка Все мы знаем Мудрость восточная Что лучше бой Это который не состоялся Нет Нет Дистанция Да Личные границы Нет Ну это здорово Личные границы Опять же Та же психология Сейчас модно Это все везде вставлять Абьюзер Да И вот смотрите Очень Получается Какая штука Есть Так называемые Ну политики То есть есть Политики на одном уровне Политики на другом И политики на уровне Управления государством И вот смотри Мы же Причем Просто разные дефоли власти Да Разные дефоли власти Мы же Хочешь не хочешь Но народ Он всегда будет говорить за глаза Об этих людях Правильно же? Ну а как Ну как ты же не можешь Встретиться Ну там С президентом страны И сказать ему Что ты можешь? Ну посредством Телекоммуникаций Сегодняшних Пожалуйста Я много вижу Обращений в соцсетях Уважаемый Владимир Владимирович Я обращаюсь к вам Там с чем-то там Ну а А зачем он к нему обращается? Нет Подожди Это ты говоришь Это обращение А мы говорим Обсуждение Как личности Ну надо время тоже Президенту уважать Рома Должна быть связь с народом Должна Я не люблю Такую тему Необходимо Чтобы была Поправился Да Ну Смешно Мы тоже Не Рома Помог Я Я Почему мы начали сейчас Вот эту тему Я говорю о том Что Мы сейчас сидели И Ну сделали такую У нас такая сценка была В нашей театральной постановке Мы обсудили Вас Без вас Гости перемыли Ну В таком легком Легком режиме Хочешь налить Легком режиме И не Кому Нет Вот сейчас Налей И в итоге Что у нас получается То есть Я не говорю Что там О руководстве Нашей стороны Вообще По сути У человека Такая предрасположенность Что Лучше всего Мы обсуждаем Кого-то за глаза И редко Когда Прямо в лицо Можем кому-то Что-то сказать Реально Что думаем Нет Зачем говорить Что тебе Если не спрашивают Правильно Ну Так Если Ну Если тебя спросили Да А зачем тебе Что-то там Лишнее На себя брать Вообще Смотри Обсуждать что-то Это естественно Для человека Потом идем По пути Наименьше сопротивление Обсуждать человека Легче Да Нет Обсуждать человека Либо при нем Либо без него Легче Да Конечно же Без него Легче Ну конечно Я сейчас что-то скажу Например Ты скажешь О Шамич Ты оказывается Так Думаешь Мата ругаешься Да А что ты имеешь в виду Против моей бороды Что ты Я Смотри Нет Ну если Понимаешь Конечно Человек думает На всякий случай Я лучше Это самое Порумолчу Молчим Да То есть Обсужу Например Рустем А когда Он в парилке Ну мне нравится Как это Если тебе там Кости перемывают Что это значит Что это значит Здорово Прибавляет А То есть Ну это Здорово Да Можно сказать так Здорово Берегающей аналогии Лимфатическую систему Лимфатическую систему Лимфатическую систему Давай На слово понравилось Да На самом деле Это же Вторая кровь Да Даже лучше Лимфа Получается Очищение Кровь это Кислород Переносит Ну в основном А лимфы Все так Вот у меня Я на самом деле Ребят Я хотел поделиться Секретом Секрет Давай Секрет Секрет здоровья 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 Когда я начал изучать Лимфатические знания То Многие святые Да Многие Люди Которые В этой теме Они Ну Говорили Свой распорядок дня Да То есть Утром Прием Омовения Вечером Прием Омовения Ну это Как бы Я так же Обнаружил Получается Что не все Люди Ну как говорится Принимают Эту тему Чаще всего Люди Один раз В день Только Купаются Чаще всего Большинство Людей Некоторые Чуть меньше Вообще Не купаются Там Через день Купаются А некоторые Как я Там Два Раз Но я Сейчас Не об этом Хочу сказать Я хотел сказать О том Что Вот Ну В разрезе Лимфатической Системы Что Я Например Услышав Как они Все ведут Я такую процедуру Узнал Как чистить язык Как чистить Ну Как вот Зубы ты чистишь Так же Чистить язык Вот Я сразу Поехал В ДНХ В ВЦ И там Какой-то Из павильонов Такие Разные Формы Просто Есть палочки Чистить язык Там Есть такая Хернюшечка Такая Просто Чистить язык Чтобы Такая Удобная Ну Всякие Пристособы Вот И я Уже С 2008 Года То есть По утрам Чищу язык Ну Такая Процедура Да Такая процедура Чистить зубы Перед этим Чищу язык И вот Но Я может быть Много на себя беру Может быть Скорейся Я делюсь Как бы Да Вот В общем-то Мы же Все-таки Здоровесберегающие Технологии Да Ну Как посмотреть Я Вот Мне Ну Мне кажется Что Я не знаю Все в сравнении Познается Но Вот Сравнительно Наших Ровесников Да То есть Сполучишься Да Я как бы Вот Тем не менее Как мне кажется Обладаю Заболевание И я Вот Считаю Что Вот эта Процедура Она Как бы Способствует Здоровью То есть Удаляется Выделение Да Налет Налет Выделение Как бы Выделительная Система Работает Она вышла А потом же Мы знаем Что Либо Через Язык Идет Всасывание Всего Получается Если ты не удалил Эту тему Или попку Не помыл То идет Обратно Всасывание Эта тема Можно Отходить Поэтому Вот Чистить язык И мыть Прошу прощения Под хвостом Под хвостом Это Не лишнее Кстати По-моему Есть зубные щетки Когда Одной стороной На одной стороне Щеточка А на обратной стороне На другой стороне Щетки Какая-то резинка Ну Да Но она Вот я пробовал Она менее эффективна То есть там должен быть Такой небольшой край Который Именно Как вы знаете Скребет Как скребет Как скрепка Хорошо Это про здоровье Сбережи Вот Андрей Мы сейчас Вот Что С ребятами посидели Вы пока там парились Мы Обсудили нас Обсудили вас Молодцы За глаза Молодцы Как твое мнение Почему человек В большинстве своем Готов больше Высказать О ком-то За глаза Чем В глаза Ну Во-первых Это неправильно Потому что Вот мы сейчас Находимся В такой компании Вообще Ключевое слово По моему разумению Ключевое слово В отношениях Между людьми Это уважение Платформа Да Причем Это не просто Теремен А это объемное Такое В кодексе государства Да-да-да Уважение Это очень объемное Понятие Это не просто слово И вот я считаю Что в нашей компании Оно Полноправно Властвует И в этой компании Мы можем говорить Друг другу Все что угодно И это будет Правильно воспринято Человек Когда Говорит За глаза Что-то Он боится Того Что его слова Будут неправильно Восприняты Неправильно Трактованы И неправильно Будут сделаны Выводы Причем В нашем Обществе Причем Первое Что приходит В голову У него Сейчас будет Такая Крайне Агрессивная Реакция И слабые Слабые люди Которые боятся Агрессии Которые не знают Что с ней делать Как Не уверен Что он может Агрессию Отразить Он не знает Как вообще Вырубить Что делать Агрессивного Правильно Понимаешь Правильно Да И пальцем У меня Они показывают Нет Я сделал Жестону Агрессивного Овечки Что К чему Ты Чему Ты Не заговаривал Мы Все К этому Сводим Нам Надо 5 По поведению Старил Роман Гордович Нет А мне Понравилось Это Еще Если За глаза То Обязательно Почему Плохое Можно За глаза Хорошее Говорит Но Стереотипы Да Вот у нас Правильно Получается Что Если За глаза То Значит Типа Плохое Получается Если Правильно Сейчас Вырабатывать Даже Не Сейчас А просто Изучать Старое То Только Хорошее Как Покойники Либо Ничего Либо Хорошо Либо Ничего Либо Хорошо Получается Что От Человек Если Ты За Глаза То Ты Говорит О том Что Ты Сам Должен Ты Должен Ты Да Ты Должен А если Я говорю Сам Себе Что Я Должен Мне Тоже Ну Я Считаю Это Нормально Ты Алименты Кстати Платишь Слово После Смеха Андрея Невозможно Серьезно Что Говорить То То Слово Должен Это Нормально Ну Он Просто Это Короле Ты К Себе Говорит О других Людях Человек Должен Уважительно Необходимо А если Он Например По какой-то Причине Хочет Сделать Замечание Ему Да Например Или Какое-то Критическое Замечание То Если Сдержать На Себе Не Может Он Должен Максимально Это Сделать В Доброжелательном Чувство Так В Должен В Форме Но Если Он Не Может Себя Сдержать Хотя По Идея Должен Себя Сдерживать Либо Если Его Попросили Сказать Своё Мнение О том Ином Вопросе А критики же есть Они Даже Этим Зарабатывают Да Да Я Знаешь Влад Хотел Тебя Поблагодарить Ты мне Присыл Ролик Очень Хороший Ты знаешь Ролик Где Человек Говорит Что Человеку Нужно Он Должен Представит Я Понял Что Мне Надо С собой Проделать Я На краю Я Понял Что Именно Вот Эта Тема Она Сейчас Должна Торкнуть И я Так Подожди Подожди Давай Я Снимаюсь И рядом Стал Ну Взял Паузу Да Взял Паузу Интересно Какая День Ты знаешь Нет Я Ему Другие Псылаю Индивидуальный Подход Каждому Клиенту Он Как Не Не Клиенту Он Своему Больному Индивидуальный Методы Лечения Посылает Расслабьтесь Пациенту Пациенту Да Смешно Ну Помогло Все Хорошо Пока Нет Ну Должно Помочь Я чувствую Что это Главное 10 килограмм Сказали Рецепт Поменьше Жрать Пойдем В магазин Купим Еды Смотрю Как собака Еще Фаина Рыневская Сказала Просто Поменьше Жрите Еще Она сказала Что Как много Вокруг Милых Людей В аптеку Сходить Некому Смотрите Я Буквально Недавно Несколько дней Назад Вот что Почитал И немножко Перемодернизировал В своем Ракурсе В своем Видении Искусство Не Для всех А то Что становится Для всех Называется Зрелищем Ширпатрина Вот Кстати Андрей По поводу Театрального Разговаривал Что На самом деле На хозрасчет Театр Не выведешь Но если я правильно Уловил идею То В какой-то Идеи В какой-то Степени Говорила Самоокупаемость Да Самоокупаемость Все-таки Действительно Когда это Массы Как ни крутили Когда это Для всех Это зрелище А если Театр Как искусство Это не для всех Моя мысль заключалась в том Что надо поддерживать Не все театры 150 театров В Москве И все Поддержаны Государством И у всех Разные Ты мне скажи Андрей Ты за то Чтоб нас поддержали Наш театр Мы сами Должны двигать Свой театр Мы сами Должны его развивать Андрей Подожди Ну вот так Категорично Я бы не говорил Как говорится Сами двигать Нет Андрей Сказал Нам Никто не нужен Нет Наоборот Вам может быть Уже нет А нам может быть Еще и да Подожди Роман Это Я сейчас говорю То же самое Что я говорил Вот про театры По-амбросковски Не все театры Надо поддерживать Не все Не все этого заслуживают По большому счету Понимаешь А вот мы Наш театр Я считаю Что мы заслуживаем поддержки И Быстро Преобулся Преобулся На леду Мне нравится Поступать Красному Ловнинга Нет Синим Да Вообще Аликер Ты иди Борис Нет Не то что Наш театр А театры Из нашего Разряда Театры Нашего Разбора Понимаешь Нашего Класса Они достойны Поддержки Но Но Этого Ловнинга Надо достичь Мне понравилось Вот как надо делать Даже Сильно Иногда Нуждаются В поддержке Ну В общем Даже Сильно Да Моя дочка Второй год Занимается В театре Мел Елена Махонина На улице Декабристов Вот В Отрадном И Закрывают Отбирают Помещение Я просто Не знаю Как мне Ремонтировать Все видео А там Все это Пишет Да А я Не видел А я Дочка Узнает Главного Героя По голосу По голосу Модерятор Продук Там будет Вступление И потом Просто Пи Не вступление Звук Отдельный Я попадал На несколько Взрослых Спектаклей На детстве Мне очень Понравилось Потому что Я к театру Все время Присматриваюсь Всю жизнь Сколько в Москве Живу Все время Я хожу В театр Раз в два года Раз хочу понять Это же хорошая штука И мне не нравится И мне Вот 80% Мне не нравится Я думал Наверное Театр Это не мое Туда сходил Знаешь Вот прям Энергетика Классная И играет За что Может быть Это потому Что там Твоя дочка Нет Она не играла Это чисто На психологическом Ну может быть Может быть Все остальное Все остальное Мне нравится Знаешь Как бы И тут Они говорят Все Отбирают помещение Московской мэрии Отбирают помещение Я думаю Что за фигня Вот как там Вот тебе только понравилось Она закрывается Ну дай бог Что может быть Выиграют они Там Кто не выиграет Ну ты же Ты же смотрел Репортаж ЦСКА Или репортаж С другими С Динамо Кто Кто Какие Здесь опять-таки Мы возвращаемся К тому Выгоден Что Зрелище Строй Не то Зрелище Выгодно Ширпотреб Или как бы Зрелище Нужно Искусство Оно Индивидуально Оно не может Распространяться На всех А то Что распространяется На всех Кто-то понимает Картины Там Кто-то Я не понимаю Вот поэтому Опять Как мы можем Я помню Я помню Кстати свое детство Ну я Рос маленьким Еще в Баку До 8 лет И у нас На лестничной площадке Такие веранды Были Знаете Как на южных Городах Такие большие веранды У нас жила семья И они Я не помню сейчас Но видимо Они были театралами Видимо Потому что Они все время Раз в месяц Их дети И в том числе И нас подключали Делали театральные Постановки Никуда не выезжая А внутри На наши Они делали сами Мини сцену Все украшивали Сами костюмы И это было искусство Потому что Это было А Бесплатно Это что значит Бесплатно Ну Понятно Что то есть Это не с точки зрения Бизнеса было Понимаешь Вот о чем я говорю Ну с точки зрения Творческого Это так же В принципе Это основная стратегия То что говорил Гиппократ То что говорил Допустим Кана Кана за свои занятия Не брал деньги Гиппократ За свое лечение Не брал деньги И так далее И тому подобное И театр А сейчас мы Чтобы зайти в театр Прежде заплатить Чтобы Андрей Пришел ко мне На дзюдо Заниматься Я сказал Андрюша Вот джебанковский счет Иди оплати Понимаешь Тогда не было У меня искусства Сегодня оно Кое как еще Понимаешь Вот Ну опять А тогда не было И так далее И тогда Вот И получается Ну то есть Несколько критериев Один из них Бесплатность Не бесплатность А то есть Искусство должно Ити от души Вот когда это Когда в нем Присутствует Меркантильность Да Конечно Тогда он будет жить Кушать А я тебе говорю Как делали актеры Это просто Обычные уличные актеры Вот оно Естественно искусство Это вот эти все Скомароки И так далее Они никаких сцен Не надо А как устраивали Сцены Раньше Для кого Обычно эти все делали Сцены и театры были Кто туда ходил Основная публика Кто Скажи мне Это очень Привилегированные люди Ну богатые Это высшее сословие Исторически так было Исторически так было Изначально Изначально А именно Вот такая вот Вещь Это вот скомароки Это по сути Вот то что мы сейчас делаем Вот наш театр Это скомароховский театр То есть Ну максимум Что Влад заплатит За вот Электричество Которое мы использовали Там даже на дорогах экономит Ну это мастерство Понимаешь Вот Вот Рустам говорит Что Неинтересно Да это все Вот здесь неинтересно Нет Вот в театр Потому что есть Про спектакль Ты про спектакль Так говорил Да Почему? Потому что на сегодняшний день Существует такое понятие Как репертуарный театр Понимаешь? Это Чехов Это все вот эти вот постановки Которые Которые появились на сцене Полтора столетия назад И их продолжают мусолить Понимаешь? Их продолжают мусолить Причем Ну есть какие-то модификации Есть какие-то вариации Есть какой-то взгляд Конкретного режиссера Который сегодня в этой сцене Но это жизнь Полтора века Прошло Понимаешь? Там какие-то сюжеты Вот этой давности Да? Суют в нос Нынешнему зрителю Да? И поэтому ходят туда Вот люди Которые вот С советским восприятием всего Ну театр Понимаешь? Да? А молодежи Вот это все Полутора столетней давности Нам нужно Это не актуально Это не трогает Это не задевает Посмотри Кто художественные руководители Шильвер Каляйин Им всем За 80 уже Ты понимаешь? И вот эти вот монстры Они продолжают Вот это Абсолютно Ну им же надо как-то жить Им надо Им надо Им надо выбивать Финансовую Господдержку Конечно Они выполняют Эту функцию Главную А пока у государства Эти Чехов Достоевский И так далее Это он в министерстве культуры Понимаешь? В министерстве культуры Чиновники А чиновники Всегда действуют так Как удобно Не то что выгодно А как удобно им Понимаешь? И все Есть какой-то государственный заказ Там Вот почему вот эти Бесконечные Мыльные сериалы Балаболы По всем каналам Ментовские Вот эти вот Да? Ведь это же Зомбирование народа Превращение Сознания граждан На этого что? На это тратятся деньги Причем государственные Бюджетные И по мозгам Какое десятилетие Бьют людям Вот этим телевизионным Вот этим вот Том В любой компании В любой компании Должен быть Арата Более Эмоционально На высоком уровне Говорящий Я не знаю Как мне Поэтому В нашей компании Когда мы были троем Роль Андрей Выполнял Ты Ты так же Застикулировал Так же Матом Ругался Да? Точно? Да? Ты мне не за глаза говоришь Нет Открыл Лицо Да Ты абсолютно прав А вот на фоне На фоне вот этого То что делает Коллега Шридмина И так далее И появляется Воргенштерн И Оля Бузова И вся вот эта вот Оля Бузова Чушь Театр Подожди Подожди Хорошо Это мы за глаза Обсуждаем Нет Так не надо По большому Она играет по правилам Которые Данец Играет Это все Слышна И только Это и надо Моя эта реплика Она в рамках Уважения В том числе И к ней Это просто Мужское Баня Вот мужское Баня Оно вот такое В этом нет ничего Стрелительного Это уже Это уже Не мужское Брэд У меня просто Задача Усложняется С монтажом Задача Чик 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 Там я чувствую Только я один Остался Молчащий Ну Вообще Смотрите Это же Это же Вот я сказал В начале Да Нашей встречи Что вот Обсудим дзюдо И для всех Из нас Представление дзюдо Имеет свое Видение Но я хочу Вот озвучить Некий Такой Свой посыл К чему А тем более Вот Несколько дней назад Одна Очень известная Общественная Международная Организация Называемая Международная Федерация Дзюдо Сказала Что значит Международный День Дзюдо Вот Я согласен С ними Молодцы Сегодня кстати День Дзюдо Да Но Исторически Как бы Тоже есть видео Я присылал Что есть определенная Тоже Историческая Эпопея По этому Дню Дзюдо И так далее И тому подобное Но я хочу Вот о чем сказать Смотрите Если мы берем Японскую Терминологию Есть такое Понимание Как До Это путь Мы все понимаем Что путь Это какое-то Движение То есть это Так сказать Некая такая Философская мысль Правильно же То есть Мировоззрение человека Мировоззрение человека Это уже философия Разряд философии Не в разряд Спорта Не в разряд Единоборств Не в разряд Чего-то еще А это Мировоззрение человека Значит мы уже должны Четко осознавать Что если мы говорим Дзюдо То Мягкий путь Значит это уже Мировоззрение человека С той точки зрения Что он Как мы говорим Как Рустам Ты тоже Вот То есть Не противодействуем Ну то есть Без злобы Без агрессии Вот Вот таким образом Живем Это может быть Мы применять Можем любое искусство Любое ремесло Мы можем Быть слесарями Мы можем быть Военными Мы можем быть Врачами Актерами И так далее Но когда мы говорим Об искусстве Тогда мы даже Понимаем Что есть такое направление Как дзюдзюцу Вот здесь уже Да Здесь уже Ремесло Именно Состоит В этом Что это Мягкое искусство Поэтому я Категорически Не согласен С пониманием Что дзюдо Это вид спорта То есть Перековеркнуто Само Само понятие Перевернуто Опять В угоду кому-то Как мы говорим Как есть Чья-то выгода В этом И в это выгода Как я сказал Опять Почему Когда Идея Создания праздника Была Сделана так Чтобы это было Последнее воскресенье Октября А не 28 октября Потому что С точки зрения Ну как бы Этики Ну не совсем Корректно День дзюдо Делать день рождения Допустим Кана Дигора А Кана Дигора Родился 28 октября Да В этот день Кстати Можно Отметить Дань уважения Этому человеку Который внес Большой вклад Так сказать В популяризацию Боевых искусств Что кстати В Японии И делают В Японии Допустим Не отмечают День дзюдо 28 октября Они отмечают День рождения Шихана Кана Дигора А не День дзюдо А Само понятие Дзюдо Оно опять перевернуто Сегодня все Воспринимают дзюдо Как вид спорта Олимпийский Но по сути Это никакого отношения К олимпийскому виду Спорта не имеет Это просто Образ жизни Человека Согласно Вот этой Философской стратегии Который Провозносил Кана Это максимальный Результат Наименьшие Усилия Но это не значит Что ничего не делали То есть Это К разговору КПД 100% Должно быть А не наоборот Ты растратил Всего себя КПД 10% Ну и так далее Это всеобщее Благополучие Это Быть лучше Чем ты был вчера Это же что Это разве Это вид спорта Нет же Это же Философская Стратегия жизни Поведения человека Нравственное развитие Нравственное Ну то есть Вот в этой категории Мы к философии возвращаемся А не к виду спорта А если мы говорим Спорт То это игра Значит вид игры Но игра Это опять Это другое Немножко качество Это другие отношения Не просто Это зрелище Какое-то Да Это уже какое-то зрелище Просто ты Как человек Уже Зрелый Здесь все присутствующие Воспринимают человека Как более глубокую систему И здоровье Само понятие здоровья Это не только же Физическое здоровье Есть еще уровни Физическое здоровье Психическое И интеллектуальное здоровье Три составляющих Три момента Есть еще Может быть Глубже И какая-то Духовность Ну психическое Это и есть Духовное состояние По сути дела Это жизнь души Психика Поэтому Ты просто воспринимаешь На этих всех Трех уровнях Боевое искусство Самбо Дзюдо Не важно И оно уже требует Не только физических упражнений Оно требует Для интеллекта Для души Уже требует Некой концепции Мировоззренческой концепции Ну к разговору о собаке То что Иван сказал То есть сегодня Что нам говорят Даже возьмем Федерация дзюдо России Федерация дзюдо Ой самбо Любые вот эти Организации спортивные О чем говорят Оно опять Они Точнее Этими Своими лозунгами Прикрывают И путают Понятия Все То есть опять Самбо Понимаешь И так далее А если мы глобально Посмотрим Как философскую Кстати все используют Хотят ссунуть туда философию Но как Никто не понимает Все хотят Засунуть туда философию Но как Не понимают Все хотят Прочитать как это лозунг Дзюдо больше чем спорт Вообще Абсолютно шизофренический Блин лозунг Все которые имеют Какую то возможность Сказать Все говорят Что это больше чем спорт Да Это можно ко всему отнести Ко всему Я много раз слышал Такую тему Футбол больше чем футбол Играбля Да Почему оно больше чем Играбля Да вот Поэтому и понимание Допустим Дня дзюдо Когда я вот Придумал Идею Я честно говоря Вот в сегодняшний день Я понимаю Что это конечно День дзюдо Должен быть каждый день То есть Стратегия человека Как Индивидуума Живого организма Должен быть каждый день Потому что дзюдо Это во всем проявление То есть баланс Да Мы говорим о балансе То есть это в природе Все мы видим По сути это дзюдо То есть это путь Вот этой податливости Мягкости Не насилия Не Ущемления прав Кого-то И так далее Опять Не Может быть Там травка одна растет Другая стала выше Другая ниже Та тень не дала Но это Это естественный процесс Они это делают Не ради Своих корыстных целей Вот как мне кажется А большинство сегодня Это делается так Они по другому не могут А ну Вот Поэтому я хочу пожелать Всем Что используйте День дзюдо Каждый день Чтобы Вот для всех Для нас был Он каждый день А не только В день рождения Каны Дзюгора И Наверное Можно Лозунги Так сказать Вот как обычно Это любят Сейчас делать Этот день дзюдо По логике Международной федерации Дзюдо Он звучит так Как солидарность Ну Помнишь В начале Разговора У нас был Беседа По поводу Солидарности Что такое Солидарность Я где-то Читал Так это Некое Так сказать Общее мнение К чему-то А я подумал Что не должно Быть у нас У всех Общего мнения Потому что Каждый должен быть При своем мнении Но в то же время И быть Лоялен Друг к другу То есть Мы можем Оставаться При своем мнении Но в то же время Не бить друг другу морду За чужое мнение Да За чужое мнение Уважать чужое мнение Абсолютно То есть Если ты Как это говорится Если ты такой Ты такой Да Если ты Я сейчас дальше Не говори Если я такой Я такой Ты меня готовил К тому что Мы разные Да Ну вот И поэтому Солидарность Слово тоже Мне не совсем Вот эти все Лозунги Пусть каждый день Будет У нас День дзюдо Вот Ну на этой Тожественной ноте Сегодня Первая наша Театральная постановка Предлагаю Будет завершена Занавес